— Безумствуешь ты, Павел! — воскликнул Фест. — Большой ученость и безумство сверхопасно. — Отправь к психиатру под арест. — Ответишь за зловредность ваших басен. — За гробный мир и счастье за гробом воскреснут все, отцу и слов еврей. Так речь Тарсянина, первал утробный, привыкший чтить одних земных царей. — Безумствуешь, апостол! Должен знать, в чем назначение гражданина Рима. Непризнающих идолов казнят, и польза всем от этих казней из Рима. — Ученых знания нужно применить на пользу обществу, отечеству, потомкам. Кто нам мешает? Режем с тех ремни, как изуверн, схваченным в притонах. — К чему рассеивать о галилейском зле, что кто-то распят и воскрес как будто? Вам нужно плакать в прахе и в золе, а не подталкивать к несбывшемуся чуду. — С тех пор, как стали умирать отцы, все так же остается, как и было. А вы твердите, будто Божий сын судить придет, как мы его судили. — Безумству храбрых песню не поют. Пока не поздно, выступи в печати. Домой уйдешь, где счастье и уют, тебя лелеют дети и внучата. — Мне жаль тебя, такой громадный ум. Ты прошлое перечеркнул в Дамаске. Ты ослеплен, стреножен твой скакун. А воскресенье, царство — это сказки. — Живи, умей спеть, довольство чашу, за гробом мрак, забвение и тлен. Да, царство есть в исповедании нашем. У нас, а не у жалких двенадцати колен. — Безумствуешь, ученость вас и в тюрьмы привела. И не на того поставил ты коня. А узник шел к тому, кого судил Пилат. А перед фестом море гиенского огня. 12 сентября 86-го года тюрьма.